Полина Шацкая, студентка медицинского университета, победила не только в номинации «Интеллект года», но и взяла главную награду конкурса. Девушка занимается изучением постковидного синдрома. Ее работы на эту тему уже публиковали авторитетные медицинские журналы. Теперь Полина официально студент года 2021. Я очень горжусь тем, что мне предоставилась такая честь представлять, во-первых, свой университет, а во-вторых, продемонстрировать всей области на то, что я способна, это очень здорово. Награду студенты получали не только в личном зачете, но и в командном. Военно-патриотическое объединение «Сокол» стало лучшим в номинации «Патриотическое объединение года». Клуб объединяет пять отрядов, среди которых волонтеры в погонах, боевое братство, поисковый отряд, стрелковый клуб. Все они регулярно участвуют в проведении организации патриотических акций, соревнований, праздников на территории региона. Мы участвуем в параде ежегодно 7 ноября-9 мая в различных перекличках постов, различных военно-патриотических конкурсах, которые проходят и в данный момент в онлайн формате. И очно мы участвуем во всех мероприятиях, связанных так или иначе с исторической деятельностью и, естественно, с военно-патриотической деятельностью. В этом году прислали более полутора тысяч заявок из 80 учебных учреждений области, что стало абсолютным рекордом конкурса. Новшество этого года – очный этап, трехдневный выезд с насыщенной конкурсной, творческой и образовательной программами. Я надеюсь, что вы выделились опытом, наверное, приобрелись соратников в реализации своих идей, своей мечты и, конечно, обрели новых друзей. В этом нет никаких сомнений. Студент года конкурс и призван к тому, чтобы объединять людей, людей творческих, людей небезразличных ко всему происходящему. И я рад, что конкурс так успешно развивается на территории нашего региона. Победители определили в 13 номинациях, среди которых «Доброволец года», «Спортсмен года», «Староста года», «Студенческая СМИ года» и другие. Конкурс состоялся в десятый раз. За это время участниками стали более трех тысяч студентов вузов и СУЗов. На протяжении десяти лет мы видим замечательные, молодые, талантливые, целеустремленные лица, которыми мы любуемся и гордимся. Я поздравляю всех участников, всех номинантов, всех победителей этого конкурса. Убеждена, что те знания и опыт, которые вы получили во время проведения конкурса, вам пригодятся в дальнейшем. Поздравляли участников конкурса и профессиональные спортсмены, космонавты, депутаты Кубернской думы, а также лауреаты конкурса прошлых лет. Все победители регионального этапа будут представлять Самарскую область в российской национальной премии «Студент года-2021». Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.